привет друзья люксотик df бокс кит от компании висмак сегодня у нас в обзоре на канале это сквон комплект подробнее смотрим на столе и говорим в профите вы подписывайтесь лайки ставьте на сайт приходите комментарии пишите поехали нас еще один из семейства люксотиковых у нас бокс мод на 2 батареи смотрим изображение самого бокс мода написано из сайта в antar controls то есть они решили обозвать свой чип как-то с аватаром связанным есть у нас комплектация данного бокс мода указано что это черный цвет возможность проверки на оригинальность да и все все очень скромненько и со вкусом ну и также у нас есть тут социальные сети производителем как как его можно найти в instagram скрывая коробушка у нас такая красивая я бы сказал красивая внутри нас ждет сам кит черном свете с дрипулька и поверху накрученной но и здесь у нас здесь у нас очень много нужных вещей у у нас есть обязательно есть 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 юизвик кабель есть у нас бутылка еще одна силиконовая есть у нас дриптипчик запасной высокий есть у нас койлы есть у нас винт ну не написано какие койлы но это двойной фьюз но на четвертом грубоватостенький я бы так выразился и что-то там еще есть а и кусок ваты у нас есть да у нас есть такой протирка для лица присутствует так плюс юсби кабель плюс инструкция так понимаю на голову и инструкция на сам бокс мод наверняка есть на русском языке да есть на русском языке инструкция без картинок но достаточно понятно переходим технических характеристик у нас четыре варианта исполнения цветов это есть у нас черный белый зеленый и голубой принципе дрипка в любом варианте будет у нас черная 1 и 3 дюймовая цветной не цветной черно-белый дисплей по сути это весна к ген 3 только вот корпусе со склонгом комплектацию вы видели у нас бутылка на 7 миллилитров высота у нас самого бокс мода 77 и 2 миллиметра 54 сам длинном месте 42 в самом коротком месте это все в миллиметрах все четыре с половиной 42 и один если быть точным по дрипке у нас тридцать четыре и восемь у нас высота 24 посадки с бьюти рингом 25 с половиной ну как видите она тоже черная у нас видимо анодированная ну и сверху нас 810 дриптип без ринговый ринг у нас находится внутри дрипка имеет два варианта обдува либо боковой либо нижней то есть если вы переворачиваете сам купол у вас получается нижний если он предустановлен как установлен как предустановленного варианте то у вас получается боковой обдув койлов уже выбираете для себя как ну что нижний он более тугой ну судя по тому как я вижу через отверстие на боковой более свободный нас склонг пин принципе тут все по классике вот написано люксотик бф бф бокс снизу у нас загружаются аккумуляторы бутылку можно достать двумя способами первый способ это открываем так достаем так такой себе способ я вам скажу но способ и способ да то есть в принципе удобства в нем не так много ну как по мне и один способ и второй способ он этот как по мне поудобнее будет но если вам не хочется открывать аккумуляторный отсек то будет все хорошо у вас и с таким приноровитесь как говорится по поводу второй бутылки она в принципе такая же абсолютно такая же не вижу никакой разницы по поводу сифона смотрим все держит в делах нормы точнее все держит хорошо сверху у нас короткая достаточно резьба все выполнено из нержавеющей стали но по крайней мере я так думаю может это ржавеющей стали со временем видно пока из нержавеющей сама плата по плате тут типа аватар чип данный мод поднимает уже в варевать от 0 0 5 ома ну по крайней мере я читал такую информацию я проверю его ниже 1 ома но не уверен что буду проверять его в районе 0 0 5 точнее уверен что не буду проверять ну давайте все это дело сейчас сюда опять загрузим ну и как видите здесь у нас уже нет никакой там иглы здесь у нас такой классический более вариант по заправке устанавливаем дрипку включим все это дело давайте с моду начнем как это все выглядит снизу это выглядит вот таким вот образом я не вижу тут критических косяков тут не идеальная сборка это безусловно у нас есть также балансир и контакты плюс минус мы закрываем все это дело включаем ну и 1 2 3 елочка горит по меню три раза нажимаем переходим в режим переключения функции power термоконтроля никеля там титана нержавейки и так далее сборов сброс есть пуфов можно установить амперы чтобы показывал можно чтобы затяжки показывал то есть время по затяжку можно установить что показывал это вот у нас запускается минусом плюсом мы идем по листаем меню также у нас есть и сер есть power но есть данном формате и преднагрев он включается отдельно в принципе в инструкции вся эта информация есть по дрипке пока обойдемся без бьют пинга посмотрим как это все работает обдув у нас получается вот с этого отверстия он проходит по косой и бьет в койлы стойка похожа на гильотину собственно то и есть гильотина похожа обдув у нас регулируется с помощью верхнего купола который выполнен у нас из пластика вот у нас с рингом то есть в принципе верхняя часть не должна греться и сверху у нас насажена такая вот металлическая часть эстетической красоты то есть мы прокручиваем просто перекрывается здесь по горизонтали но по вертикали будем говорить так в горизонте чтобы не самое удобное конечно все это без начальчик делать но логику я вам сейчас покажу в данном формате вам необходимо центровать койл если вы не хотите использовать его на полный обдув внизу у нас отсутствуют какие-либо системы то есть блокиратора то есть мы можем спокойно прокручивать купол по всей площадке то есть мы можем прокручивать и ничего нас не может остановить ставим спирали попробуем на том этом варианте поехали четыре винта у нас откручивается у нас есть две такие гильотины которые работают вертикально и согласно гравитации когда вы опускаете эти гильотины ну и хоть откручиваете винты ничего не меняется собственно сами винты они же не тянут за собой эти гильотины ну я думаю что название точнее установка койла была в угоду названию больше чем практичности сейчас я это заживу сначала один точник койл потом второй буду ставить потому что тут как-то по практике ну я сделаю универсальный вариант и на нижний и на боковой хотя в принципе тут можно играться отдельно то есть если вы используете боковой койла можно чуть приподнять если используете нижний койла можно чуть опустить как логично это все работает то есть как вот сейчас установлено у нас получается боковой обдув если мы ставим юбку таким вот образом у нас получается нижний обдув и воздух забирается снизу через это отверстие такое два в одном в принципе гуд вот это гуд это мне нравится мне нравится что здесь можно там как бы решение для навала какое-то решение для более тугой тяги плюс вы какую-то регулировку получаете ну в принципе все все остальное я расскажу в профите ладно я сейчас все это поставлю эти койлы и покажу как это будет выглядеть чуть через секунду так это все должно красиво получиться сейчас мы нафокусируем сейчас я конечно заточил все это на нижний обдув хочу именно в первую очередь попробовать на нижнем обдуве если мы используем боковой койла можно чуть приподнять и поставить еще плюс один виток или какие-то более жирные койлы ну к примеру те же самые алины или там тройной фьюз на 0.4 в данном формате используется третья оправа 0.4 тройной фьюз на 0.32 тоже из нихрома ну и собственно из нихрома я практически всегда и ставлю формат у нас получился сопротивление 0.18 ома вполне годно поставил еще бьюти ринг для того чтобы случайно не поцарапать красочку может быть в принципе для этого этот был бьюти ринг и признан значим так ну укладываем вату по укладке вата достаточно просто я обрезал одну часть вот и уложил то есть вы заменяете ну по длине так что у вас касалось дна емкость самой дыльки она средняя не большая не маленькая в средне вполне достаточно для склонка удобная даже я бы сказал для склонка то есть вы подрезали и потом под эту длину в принципе можете подрезать все остальные ват заправили смотрите что у вас на воздуховод ничего не попадало все аккуратненько логика ясна сейчас это все заправлю потестирую встречаемся наверху поехали продолжим по поводу нашего китяры два обдува боковой нижний нижний тот который я ставил я его оставил собственно по итогу то есть мне он больше всего понравился трены фюз на 0.32 нихроме отрабатывает лучше всего тяга хорошая вкуса валом ну и достаточно там навалить можно при сопротивлении 0.21 и собственно и не сильно разряжаем аккумуляторы при боковом обдуве ставить какую-то жернуту бессмысленно ставить какие-то слишком дырявые койлы типа стаггертов тоже бессмысленно тяжелые койлы но это с очень низким сопротивлением тоже бессмысленно объясню почему именно вот эта гильотина она нагревается и нагревает всю эту дрипку в том числе и мод ну это не имеет просто значение ну не имеет никакого смысловой нагрузки вам перегружать данный девайс ну не в том плане что он не может там поднять от 0.05 он может поднять от 0.05 я на нем прожигал койлы как раз 0.05 они были изначально он их поднял прожег все работает все отлично но скажем работоспособность в таком формате сокращается потому что ну не нужно абсолютно на плату такое сопротивление ну и да на эту дрипку в принципе тоже здесь отлично отрабатывает койлы там 0.15 ну хорошо 0.12 0.18 0.19 и вы получаете все то что хотите и вкус и навал и все замечательно нижний обдув по итогу мне зашел больше чем боковой и по тяге и по вкусу и по концентрации кто хочет немножко больше навалить ставьте боковой на полную и погнали сама конструкция дриптип правильная высота окей но вот можно было сделать чуть повыше саму верхнюю часть для того чтобы убрать убрать касание губами это чисто с эстетической точки зрения в и мой взгляд на вещи с бутылкой все хорошо с заправкой все хорошо с подачей все хорошо с платой все хорошо если вы ее не пытаетесь загнать то есть если вы в принципе понимаете что вы там берете да то есть поставили там 0.15 15 ома там 0.12 ома какие-нибудь тройные фюзы на 4 на 5 витков и парите в удовольствие этот мод вам будет работать верой и правдой если вы его пытаетесь работать в пике поверьте что ну вы его убьете рано или поздно вы его убьете поэтому обязательно подумайте над этим стоит ли его убивать ну при той цене которая он на рынке на данный момент а ссылочка будет у нас в описании на данный девайс ну я считаю что это абсолютно годное абсолютно ну стоящее устройство за эти деньги в китовом варианте если вы хотите купить склонг даже если у вас есть дрипка какая-то своя почему бы не получить еще одну наверное у меня все подписываемся лайки ставим комментарии пишем до новых обзоров пока